Не цвя розыг за рулем автомобилей будут карать больше сурово, а за некоторые правопорушения санкции плануют смягчить. В Беларуси в наступном году появится новый кодекс об администрационных правопорушениях. Управнание с истинной, что миллион будет обновлены прикладно на 40%. Какие изменения ждут, доведалась Марина Северянова. Отход от карного уклона и гуманизации администрационного законодательства – это основа нового кодекса. Мы решили побывать в разных структурах, как доведаться, как там ставятся до нового введения. Почали с прокуратуры. Одним из предложений явилось введение нового вида административного взыскания – общественные работы. Данный вид административного взыскания не связан с ограничением имущественных прав, либо изоляцией правонарушителя, а предполагает под собой выполнение бесплатных работ сроком от 8 до 60 часов во время свободной от основной учебы, работы, либо службы. Предложено также включение дополнительного квалифицировающего признака – умышленное повреждение, либо уничтожение имущества, состав административного правонарушения, мелкое хулиганство. Введение данной нормы позволит рассмотреть вопрос об ответственности правонарушителя, совершившего мелкое хулиганство, повлекшее незначительное повреждение имущества в рамках административно-процессуального законодательства. Одна из наибольших истотных новелл проекта кодекса, регламентуя профилактичесные меры уздения, утымлик удачинений до подлетков и неполнолетних. Освобождение административной ответственности совершеннолетнего будет предусматривать другие воспитательные меры. Например, разъяснение действующего законодательства, применение каких-то извинений потерпевшему, необходимо будет загладить ущерб потерпевшему. Ну и есть еще такая мера, тоже она будет предусматриваться, это как ограничение досуга. Наступный блок изменений утычится деятельности Держава-Анспекции. За некоторое правопорушение у новом кодексе не продуглежена администрационная отказность, и она заменена на попередживание и профилактичную работу. Усе правопорушения у новом кодексе в залежности от ступени громадской шкоды и тяжеру наступства поделены на три группы. Это администрационные проступки, значные и грубые правопорушения. А вот не тверозых водителю будут карать больше жорстка. Если у крови знойдуть свыше 0,8 промилля алкоголя, отказность повысится у поравнанистя перышней удвоя. Штраф в складе до 5400 рублей. А правовое накирование транспортом позбавить не на три, как зараз, а на пять годов. Мы вырошили доведаться у гомельчан, как по их мерковании треба карать пьяных водителям. Самое максимальное наказание. Лишение прав, лишение транспортных средств и лишение свободы, если это повлекло за собой страшные последствия. Пожизненно отбирать права, отбирать машину, лучше в тюрьму. Я думаю, лишать прав. Вообще лишать прав. Насколько? Можно и на всю жизнь. Забирать права пожизненно. А штраф? Вот какой максимальный вы предложили бы? Нет, штрафом здесь нельзя обойтись. Почему? Потому что я считаю, это бандитизм. Это садится, как говорится... Заведомо зная, что он может убить человека. Пускай тот, кто думает, что штрафом можно отделаться, пускай свою семью пустит. И посмотрим, если его сына или жену или его самого собьют. Разумные и адекватные заменения у мытников. Например, за некоторые порушения мытного законодавства будут отказывать наймальники. Они их работники. Мы предлагали исключить введение административного процесса в отношении физического лица, являющегося должностным лицом, юридического лица, при наличии поводов и оснований для привлечения самого юридического лица к административной ответственности. Либо если в отношении физического лица такой процесс начат, то он подлежит прекращению, либо он вообще не будет начинаться. И в качестве примера можно привести статью 14.6, ныне действующая редакция административного кодекса, которая предусматривает ответственность за несоблюдение требований таможенной процедуры или несоблюдение требований в отношении условно выпущенных товаров. Если раньше к административной ответственности, ну и сейчас, пока действует редакция, привлекается физическое лицо, должностное лицо, юридического лица, то в дальнейшем будет привлекаться к ответственности только юридическое лицо, потому что на этом юридическом лице лежит обязанность по соблюдению соответствующих требований и условий. Плануется, что новый кодекс об администрационных правопорушениях уступить усилу в наступном годе. Марина Северьянова, Сергей Камко, Тель Радо, компания Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова